Недавно совсем приобретала, сразу несколько разных оттисков. Очень они мне понравились, очень удобно с ними работать, в плане того, что, во-первых, мне нравится, что они большие, они тонкие, то есть очень-очень удобно с ними. Отмеряем наши 23 см, это будет чуть-чуть больше, чем мне нужно. Но лучше я вот всегда говорю, лучше пусть у вас будет чуть больше, и вы отрежете, чем у вас не хватит, потому что, знаете, бывает так, что вроде мерил-мерил, вроде все правильно, а в итоге получается где-то что-то не так. Так, и 9,5 я буду отрезать по 9,5 мм, этого мне вполне хватит. Вот такой вот, у меня будет такая досточка. Да, 2 мм у меня ширина моего оттиска. Теперь делаем, о, смотрите, как классно, прям на одну штуку, о, я буду знать, даже как неудобно, прям по моей досточке. Теперь аккуратненько мы продавливаем, сильно не давим, то есть аккуратненько так проходимся, и потом я еще вот так вот немножечко. Надеюсь, ты записал себе этот файл, потому что вызывай меня сразу. Вот такой у нас получился оттиск, дерево. Сейчас мне его нужно перенести, ну, я уже не буду носиться по всей квартире, я сейчас просто возьму другой оттиск и на него сейчас переложу. Все это дело, сейчас я раскатаю еще одно, мы складываем в холодильник, для того, чтобы оно хорошо застыло, либо вы это подсушиваете, то есть как вам удобнее. Сейчас мы будем делать с вами нашу песочницу. Такой у меня гостик, квадратик, 23 на 9 с половиной, не смотрите, что он сверху кривой, тут смысла ровнять его никакого нет, потому что мы с вами будем приступать его крошкой, поэтому я его не ровняла, и вообще вверх даже ганашем не покрываю, я считаю, что нет смысла просто тратить и ганаш, и заравнивать это лишний вес, он будет у нас сейчас красивенький. На охлаждение, вот смотрите, она уже охлотилась, ее очень удобно брать, она не так сильно деформируется. Смотри, немножко кривовастенькая, но мне, сейчас я ее подрежу. Итак, мы ставим наши дощечки к нашему тортику, сразу берем утюжок, я вам говорила, что у моего ганаша есть вот такая вот, с одной стороны хорошая, с другой стороны не очень, это сухой свой, и вот чтобы пока он прилип, нужно многократно его, да, поприглаживать, так что приглаживаем. Поэтому я специально делала их на разных вот этих вот подложечках, или это подложках я обычно складываю, то есть пока одну сторону приглаживаю, другие лежат в холодильнике, а так бы я просто-напросто не смогла бы их вместе тут приклеить. Вот смотрите, у меня остался вот такой кусочек, сразу я его не срезаю. Вы сейчас поймете почему. Кстати, еще можно как вариант сделать, если вот такая фигня, чтобы долго липнуть, как у меня сейчас, взять, намочить кисточку водичкой, и место, где будет у вас стык, просто смазываем кисточкой. Можно также попшикать с пульверизатора, например, либо на Алишке я видела такие маленькие бутылочки, продают стыль, там для духов можно их использовать, либо для еще каких-то других стылей, тоже очень удобно, у них маленький вот этот вот носик для водички, то есть сильно много воды не будет. Вот смотрите у нас. Мелко-мелко, мне нужно очень-очень мелко песок. Сразу прям водичкой здесь даже намочу, чтобы мне быстрее все это дело приклеить. Мы ее кладем, вот так, видите, тык-стык, приглаживаемся. Многовато взяла, даже можно и поменьше, не знаю, как я так считала. 23. Приглаживаем. Сразу шов, который у нас вот здесь, соединяем клеем и приглаживаемся к уголочкам. То есть у нас получается стык-стык, благодаря тому, что у нас вот заходит край на край. То есть не делайте ровные, чтобы у вас входились, потому что будет сложнее их между собой закрепить. Может дырочка, знаете, может вот здесь резко расходиться мастика, чтобы вот этого не было. Мы хорошенечко так мажем. Здесь тоже сейчас прям, вот прям так не жалею, жирненько намазываю. Иду за следующей своей. Старайтесь как можно лучше соединить их между собой. Я вот прошу прощения, мне просто дальше уже не куда-то залезть. Вот. То есть можно даже, как бы, прижимать наши нюансы. Вот видите, как получается, как мы складываем. Теперь смотрите, вот здесь у меня получается неровный край. Мы берем наш скальпель и аккуратненько срезаем все лишнее, все ненужное, что у нас здесь все, что неровное, все, что нам может мешать. Все это мы удаляем аккуратненько. Идем по шовчику аккуратненько и все это дело срезаем. Наши швы обязательно должны здесь хорошо склеиться между собой. Очень внимательно на это смотрите, чтобы обязательно были склеены. Вот так срезаем все. Лично благодаря тому, что мы их складывали вот в такой шахматке, каждый слой как бы склеим друг с дружкой. И получается, что ваш тортик, если вы все сделали правильно, краешки вот эти, они не раскроются. Они, я мая, простите меня, они останутся вот здесь, склеены. Видите, они как стык-встык склеены. И вот если вы все вот сделаете так же, то у вас ничего не разлезется и ваша песочница, она как бы не раскроется уже. Песочница у нас готова. У нас есть красивые ровные бортики. Теперь нам нужно заполнить вот это пространство. Заполнять я его обычно люблю крошкой. Сегодня у меня крошка с, ой, господи, ты боже, не споймой, с морковного теста. По центру сидит этой песочнице, вот этот вот счастливый ниньешечка. Сажаем, мы помним, да, все фигурки мы всегда сажаем на шпажки. И даже хотя эта песочница, все равно мы сажаем на шпажку, чтобы фигурка не упала. Почему? Потому что очень часто бывает, знаете, пишут люди, вы знаете, вот раньше, это было раньше. Пока в институте упал, там, фигурка, как он покупается, он же был приклеен. И я после этого стала сажать на шпажки всех. Зато я знаю, что он не упал. Все. И он не осядет, ничего не деформирует, будет тут сидеть посиживать мой ниньеша. И заполнить его, вот эту вот песочницу всякой разнообразной мелочевкой. На его тортике, который я наблюдаю, здесь накиданы всякие кубики и рубики. Мы тоже далеко не будем ходить, мы тоже наделаем сейчас ему кубиков. Пока я его поставлю в холодильник, чтобы он нам тут мешал. Мы сделаем ему всякую мишуру и вернем его на насосе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok